Добрый вечер! Мы начинаем пресс-конференцию с главным тренером футбольного клуба «Локомотив» Йозефом Сенбауэром. Йозеф, ваши впечатления от сегодняшней игры? Да, специальный игрок сегодня, Иван. Иван scored три раза, это все, что мы все хотим. Мы знаем его потенциал и сейчас он показывает нам, что он способен, но он тоже нужна команда. И я повторяю, это было команда, это была хорошая перформация от нас. Мы начали прошлой неделе и этой неделе снова. Комплименты на команде. Прежде всего хотел бы поздравить команду с этой победой. Поэтому абсолютно сегодня их вся заслуга. Они сегодня предложили все усилия для того, чтобы выиграть. И хорошо смотрелись в атаке. Отдельно стоит выделить, конечно, Ивана Игнатьева. Оформил сегодня хит-трик. Мы все знали о его потенциале. И сегодня благодаря команде он смог его реализовать и всем показать. И приятно одержать победу, взять три очка и продолжить эту серию. Добрый вечер, Юзеф. С победой. Очень достойная игра. Давайте продолжим прошлый разговор с прошлой пресс-конференцией после Химок. Я все-таки считаю, что основная причина неудачи в первых матчах турнира была исключительно психологии команды. Просто команда мастеровитая, но психологическое давление не позволяло ей раскрыться. Вы согласны с этим сегодня? Может быть, да, но на другой стороне, мы не были так плохими в первых матчах. Но мы не победили, мы победили. Мы победили, что происходит. -да, если вы победили, то, вы можете выдержать, но защиты по победе. Конечно, вы создали парам и выполняли вас. Это не так легче. Вы потеряли свои жарости, вы потеряли свои жарости, вы потеряли свои жарства. Работа у вас нет так легче. для команды. Это проект, и staff тоже. Они хорошие работы в последние недели. Это тоже позитивное дискуссионное что мы проводим. Морвин, фитнес-класса, коаль-класса, медицина. Мы все все и все поедине учитывая мы прижимая результат. У нас нет результатов. В последнее вы bagи это тренировка. Но это не после потенциала, в следующем неделе. У нас нет много времени для рецептации. Фокус должен быть в следующий раз. Комплименты тоже на Томас Сорн. Он видит Иван как фри-плеер. И вы видите, что он сделал в прошлом. Он работал на бой очень много. Он играет металл, борется за команду. И других игроков тоже. Букс. Букс сегодня. Он делает топ-перформансы. Иван Мага. И Тин в центре. Он был топ-пределем. Но мы должны работать. И это не конец. Мы начали с хорошим выступлением. Может быть, у нас не так хорошая игра. Но мы найдем уровень для наших команд в будущем. И я уверен. Спасибо за субботу. Мистер Путник. Томас Сорн. Он не дает нам в trust. На коучинге, на стафф. И мы не получаем результаты. Есть еще вопросы? Может быть. Перевести? Перевести? Пардон, да. Или все понимают? Я думал, все в английский, да. Сразу понимают. Может быть, да, вы и правы. Но, с другой стороны, предыдущий матч мы тоже неплохо играли. К сожалению, не смогли тогда забить. А сегодня, видите, как только забиваешь первый гол, появляется уверенность в себе. И команда продолжает дальше бежать, обороты наращивать. Создавать команду, создавать коллектив всегда непросто. Потому что в этом году у нас было всякое. И теряли игроков вследствие разных причин. Были и трансферы, кто-то уходил. Были определенные травмы. Поэтому этот проект продолжается в полную силу. Он еще не окончен. Есть над чем работать. И также хотел отметить руководство, работу нашего всего стаффа. И тренерского, и медицинского, и административного. Потому что всегда есть между нами конструктивный диалог. Да, где-то спорим, но всегда приходим к какому-то общему решению. И тренеры, и по физподготовке тренера, тренера вратарей. Команда это чувствует, что есть объединение такое. И поэтому также они отвечают добром на добро. И предыдущие матчи, как я сказал, не были очень хороши с точки зрения результата. Сегодня победили. Но еще работа не окончена. Еще много предстоит сделать. И скоро предстоит сыграть снова еще один матч. Она не за горами. Поэтому надо уже концентрироваться в ближайшее время на нем. Еще раз хотел отметить игру Ивана Игнатьева. И поблагодарить Томаса Цорна за то, что он нашел этого игрока. Привел в команду. Он был свободный агент. Также сегодня хотелось бы отметить Игору Артему Карпугаса. Хорошо отработал. И Станислав Макеев. И Тинги-2 в защите так же здорово выглядели. Поэтому еще ничего не закончено. Продолжаем работать, продолжаем расти. И отдельное спасибо руководству клуба. Александру Альвировичу Плутнику и Томасу Цорну за то, что верили в нас. И благодаря этому, возможно, появились первые результаты. Спасибо. Пожалуйста. У нас еще вопрос, да. Согласен Макеев. Согласен Макеев. Согласен Макеев. Пожалуйста. Вначале только второй вопрос задаете. Я понимаю, когда критика была. Сейчас, по-моему, можно чуть-чуть. Чуть-чуть, да. У нас тут семейная атмосфера, я вижу все те же люди. Спасибо. Teamwork today and this was the results that the team gave us, they work each other and this is the point for good results, but I say it again, it's not finished, we have to focus on the next game, it's one game and it was better than the opponent today, but we have in the future, maybe it's not disrespect about the opponent, but maybe they have not so good day today and then we get now a better opponent next week maybe and we have to focus and it's not close the base or whatever, we close the player in our base, it's a focusing and this was before also, it was also a long time in the base, but the focus is important and if the player has to focus, then we get better results and the supporters are happy, the club is happy, the players are happy, all of us as a coach are happy and I say it again, this is also from the staff, I work from the staff, Marvin and me, we have also all day's fight and we use a plan and compliments on these guys, they trust us, they trust us, they trust us as a coach and they follow us and that's important and also the players, they trust us and also the board trust us and then we get in the future good results, but we know it's not all games similar like this and you have to prepare the team, good preparing and you feel it during the week and this was in the last two weeks, we feel the power what they want and what they can give us. Доволен и результатом и игрой, сегодня все здорово показали себя абсолютно все линии от вратаря до нападающих и это и есть командная работа, но тем не менее она не закончена, еще многое предстоит сделать впереди, скоро другая игра. говоря о сегодняшнем сопернике, при всем уважении к Оренбургу, может быть, сегодня просто не их день, наверное, был, однако следующий соперник также будет серьезный и к нему стоит готовиться и это совсем будет другой матч. Закрывать команду не будем, главное все-таки это концентрация, которую показывают ребята во время тренировочного микроцикла, так, когда побеждая, что, конечно, все довольны и игроки, и болельщики, и тренеры во время своей работы, всегда мы спорим друг с другом в плане тренерского штаба, всегда пытаемся найти какие-то решения, иногда споры достаточно горячие, но все равно решения рождаются и очень здорово, когда они работают и здорово, когда все это видят и есть такая общая поддержка, всегда проще при этом. Теперь что остается, только готовятся и еще раз спасибо ребятам за эту неделю. Чувствовалось, что во время тренировок команда жила футболом и чувствовала сила в их ногах и в их мыслях. Жом, мне хочется тебя поздравить сегодня с победой, сегодня была хорошая игра, все-таки тренерскому штабу удалось выбраться из очень сложной ситуации, проявить себя и в двух матчах одержать крупные победы. И сегодня я хочу, ты неоднократно сказал, хочу перефразировать моего коллеги вопрос, все-таки недоволен ли ты игрой, а все-таки какие линии в команде, защита, или может быть, если с нападением сегодня все понятно, но тебе не показалось, что все-таки недостаточно сильная команда создала много моментов у ваших ворот. То есть нет ли, что ты скажешь по защите сейчас, есть ли там какие-то проблемы? По-немецки может что-нибудь? Да, это правда, но не забывайте, что у вас есть хорошие результаты. Вы начали очень хорошо, вы score два раза, и тогда вы думаете, что это легко, как игрок, я могу чувствовать, я могу понимать, что игрокам немного, мы не можем понимать, но мы можем понимать, что они слишком лезвие, они думают, что это легко, и тогда мы рассчитываем, и тогда это была хорошая реакция для нас, мы идем вперед, и мы получили третья голова, и это хороший сигнал для нас. И тогда в следующем поле, не забывайте, что у нас на следующей игре, и они знают это, и это нормально, что вы лезете 4-1, и тогда вы идете немного больше, и тогда это нормально, чтобы они оставили энергию на следующей игре, и это нормально, и это нормально, и это нормально, когда игрокам будет 10 chances, но я ощущаю, что у нас на следующей игре, что мы победили, и я знаю, что мы должны поговорить о ситуациях, что у нас не было хорошо, или мы можем поговорить о оценке, то есть у нас есть возможности, что мы сможем победить 2-3 гола больше. Поэтому мы должны анализировать игры, как в последние игры, и мы discutим это очень трудно с каждым игрокам, особенно с каждым игрокам, и с каждым игрокам, и тогда мы найдем, что для следующей игры, может быть лучше, но это футбол. Я не знаю, что у нас сейчас нет, что у нас есть футбол, что у нас есть футбол, это нормально, мы должны принимать это, но мы не можем сказать, что это ничего, мы discussали это, и мы можем сделать следующие игры лучше, но это футбол, и мы рады за это результат, и за это результат. Это с одной стороны да, но с другой стороны не следует забывать о результате, потому что как игра развивалась, начали хорошо, забили 2 быстрого гола, и с одной стороны я могу понять ребят, когда игра складывается таким образом, конечно, с одной стороны нельзя отпускать уже подобный матч, но тем не менее допустили ошибку, пропустили гол, однако к чести наших футболистов стоит сказать, что они быстро собрались и забили третий. Когда же ведешь во втором тайме уже 4-1, то само по себе так, наверное, получается, что ребята пытаются сохранить силы, уже начинают уже думать, наверное, где-то подсознательно на следующей игре, поэтому здесь, безусловно, будет какая-то работа проделана, будем эту игру анализировать, смотреть, что можно на будущее исправить, но однако я сегодня уже сам чувствовал, что мы победим. В обороне, возможно, не все гладко было из-за того, как игра развивалась, однако мы забить могли больше сегодня, чем забили, поэтому, как я еще раз повторю, что будем игру разбирать, будем анализировать, будем общаться с футболистами, со всей командой, индивидуально. Это нормальное явление в футболе, нормальная практика, нормальная работа. Теперь-то еще. Спасибо. Йозеф, с победой. Скажите, в связи с чем связана замена в перерыве Дмитрия Живоглядова и отсутствие Вильсона и Зидора, это ваше решение или же это следствие какой-то травмы? У нас была коммуникация в стартовом составе, когда мы опубликовали, что у Вильсона небольшое повреждение плеча. Я уже говорил о Вильсона, потому что мы опубликовали информацию, когда мы опубликовали этот факт. Хорошо. Да, мы говорили о этом в половинке, и тогда мы решили, что мы должны его поменять. Мы хотели больше силы в офене на правой стороне. Это был причин, и мы знаем, что мы имеем на правой стороне. Живо. Живо был очень хорошим игроком. Он играл в последние игры очень хорошо. Сейчас мы на следующий раз, на следующий раз. И также, как вы говорите о Зидор, это тоже, когда вы потерялись на правой стороне, как у нас, как у нас, два дня до того, что это важный игроком. И это тоже комплименты для команды. Дмитрия заменили в перерыве, поскольку решили усилить правый фланг, особенно в плане атаки. Он сегодня хорошо сыграл, но в том числе и уже о среде нужно было думать и готовиться к следующему матчу, поэтому это также было одной из причин этой замены. То, что потеряли на сегодня Изидора, то, конечно, это серьезная потеря была для команды, тем не менее, ребята с этим справились, надеюсь, он на следующей неделе вернется в строй и сможет продолжить работу.